Татьяна Маслюхина Татьяна, прежде всего мы предлагаем посмотреть вам сюжет Наш специальный корреспондент Света Кошеренкова Испробовала самые неординарные и необычные способы для чистки штор Давайте посмотрим С удовольствием Вам лень стирать шторы? Воспользуйтесь пылесосом Доброе утро! А чтобы пылесос их не засосал, вам понадобится ракетка для бамбинтона А именно вот так вот она будет нас спасать Ну что, пропылесосим шторы? Теперь вы знаете, как почистить шторы, не стирая их Вуаля! Но на это вы потратите приблизительно полтора дня Да, Татьяна Томительный способ Прокомментируйте, рекомендуйте такой способ Ну, очень удобно, потому что пылесос, он уберет пыль, но все-таки он не уберет пятна Ну, наверное, да Ну что, тогда давайте разберем ваши способы Какие будем использовать? Мы будем пробовать современные способы Это использование пара И будем использовать такие более домашние способы Это использование уксуса Уксуса Или использование мыльного раствора Какого-нибудь моющего средства Для посуды, да? Да, да, которое есть у любой домохозяйки, потому что все моют посуду Давайте начнем с моющего средства Эффективно бывает моющее средство Это тем, что оно обезжиривает И, как правило, пятна на шторах Это если мы хватаемся жирными руками То есть, если у вас жирное пятно, то нас может спасти именно этот способ А в каких пропорциях мы раздвели вот этот вот порошочек? Это зависит от моющего средства Потому что более концентрированное моющее средство Оно, конечно, вам потребуется там 2-3 капли на вот такую вот емкость А то есть, экономично еще получается Да, ну, да Ну, вот мы видим, смотрите На самом деле жирное пятно отошло, потому что мы видим там, где оно не отошло, да? Где я плохо обработала Вот прям ореольчик Слушай, оно правда отошло? Дорогие друзья, ну мы сейчас посушим это еще феном Да, мы можем посушить То есть, если мыть всю штору, да? Если ее промочить, то мы увидим Но нам бы лучше увидеть, наоборот, эффект Давайте Может, подсушить нужно? Давайте мы подсушим феном Потому что нам нужно побыстрее увидеть результат Надеюсь, наше пятно Улетело мою штору Улетело мою штору Получается, если ваши дети вытерли рот после чебуреков А шторы вот такие хорошие, добрые, воспитанные люди То вы можете воспользоваться средством для мытья посуды и замыть Это небольшое пятно Но если пятна такие, как оставили наши рекведиторы на шторах То надо искать следующий способ Давайте попробуем его Давайте попробуем уксус Уксус? Уксус разводим примерно в пропорции 1 к 4 Такое аккуратненькое, красивое Прямо на меня попадает уксусом Прямо ты больше Больше говоришь Уксус не пах Можно добавить немножко соды Она погасит запах уксуса Я так чувствую, мы не добавили Да И сушителем еще должны быть несколько предосторожностей Все-таки это кислота И поэтому, если у вас штора синтетическая То лучше попробуйте на маленьком уголочке Не потемлеет ли она Потому что она его может просто сделать ему небольшой ожог То есть она ему штору может тонкую выжечь Это нужно иметь в виду Вот здесь вот было пятно Оно, кстати говоря, практически высекло Само? Уксус и сушится? Да, уксус испаряется довольно быстро И мы чувствуем его запах везде Уксус достаточно быстро испаряется Вот оно было, здесь пятно Так, подождите, пятно-то ушло? Пятно ушло Серьезно? Ну, пятно нет, было и нет пятно Дело в том, что моющее средство мы плохо смыли Если бы мы его хорошенько смыли У нас бы тоже был бы лучший результат Но уксус испарился сам, его не нужно смывать Слушайте, вы меня удивили, честно говоря Я очень скептически относилась к этому Вообще эксперименту Но получается, что если действительно на шторах Есть пятно жирное или пятно цветное То можно развести уксус с водой Один к четырёх Побрызгать, во-первых, быстро высохнет Во-вторых, уйдёт пятно И шторы снимать не нужно Пятно уйдёт, а запах останется Какие ещё средства у нас есть? Так, ну, давайте попробуем Использовать более современные методы Отпариватели? Отпариватели, да Это очень хорошее, у него достаточно хорошее давление Поэтому попробуем Мы подготовились, конечно Его применить То есть жир там был, мы его нагрели Он же не испарится, не утечёт Нет, на самом деле жир испаряется Прямо испаряется? Конечно, он вместе с паром То есть пар выдавливает жир? Он выдавливает его, да, наружу Ну вот посмотрите Я бы не сказала, что это очень хорошо работает Ну надо часа два потратить, там, я не знаю, семь Да, то есть это достаточно интенсивно Слушайте, а интересно А можно ли в отпариватель добавлять какое-то мощное средство? Уксус? Или уксус? Ну, как правило, это вредит утюгам Они разъедаются, поэтому Нет, это не рекомендует Сегодня мы использовали три способа, которые советуют в интернете Это уксус, это моющее средство для посуды и отпариватель И пришли к выводу, что, на удивление, уксус действительно помогает избавиться от пятен На шторах, не снимая шторы А моющее средство сработает хорошо на маленьком пятне Потому что надо хорошенько прополоскать А полоскать всю штору в височем положении не очень удобно Спасибо, Татьяна Но мы с вами не прощаемся ещё И ждём от вас ещё лайфхаков, как почистить утюг С удовольствием поделюсь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!